Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Кражи сделали семейным бизнесом. Полицейские задержали братьев, которые вскрывали машины. Болельщики прощаются с ареной Омск. Ледовый дворец начали разбирать. Допрыгались. Батутом, на котором пострадал ребенок, заинтересовался Следственный комитет. И все на выборы. Омичей остается всего пару дней, чтобы проголосовать за реконструкции сквиров и парков. Какие сейчас в лидерах? Моров, которые несколько недель держали в напряжении автовладельцев советского округа, задержали. Ими оказались два брата. В поле их интересов попадали исключительно автомобили марки ВАЗ. Просматривая записи с камер видеонаблюдения, которые есть в дворах домов на улицах Физкультурной, Сибаковской и Севнисхоз, сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленники проникали в салон и похищали магнитолы, аккумуляторы, канистры с маслом и запасные колеса. Во время допроса братья раскаялись. Расскажите об обстоятельствах совершения ВАЗ преступления. Мы сразу в интернете прочитали, как можно вскроить автомобили, которые находятся без сигнализации, и направились на Сибнисхоз, так как знаю, что там темно, и около дома семьи мы увидели шестерых, около дома двадцать, стояла Нива, мы также ее вскрыли, вставляли аккумулятор, в плечинку, вставляли отвертку и прокручивали. А удалось продать что-то, да? Да. Из-за сколько? Ну, вообще, до пеки. С отдельным раскаиваетесь? Да. Впоследствии обязуетесь не совершать данное поступление? Да. Изъяты у воров автомагнитолы, колонки, инструменты и тросы вернут законовладельцам. Общий материальный ущерб – 30 тысяч рублей. На двух братьев возбуждено сразу семь уголовных дел по статье «Кража». Ореномск начали разбирать. Снимки, сделанные внутри Ледового дворца, появились в фан-группах «Авангарда». На кадрах видно, уже демонтировали видеокоп, с трибун убрали кресла, а также борта. Частично сняли обшивку со стен в фойе, демонтировали и перила вдоль лестницы, ведущей на второй этаж. Сейчас эти фото активно обсуждают фанаты. Одни рады началу работ на арене, другие с ностальгией вспоминают эмоции, пережиты на этой стадионе. Арена Омск. Я запомню, как на твоем льду ястребы добились двух кубков Харламова. Я запомню, что по твоей площадке катался ягар, что именно в арене я выиграл футболку с символикой «Авангарда». Я многое буду помнить. Так больно смотреть на это все и вспоминать время, которое проводила там. Наконец-то! Какое счастье будет, если построят новую арену. Я ради этого готов подождать 2-3 года. Прошлым летом из-за проблем с несущими конструкциями арену признали аварийной, из-за чего ястребы вынуждены перебрались в Балашиху. Команда предположительно вернется в 2022 году. К этому времени комплекс отстроят заново. Его возведут за счет равнодолевого участия средств федерального бюджета и Газпромнефти. Строительство обойдется в 10 миллиардов рублей. Проект арены сейчас обсуждается. Уже известно, что она будет на 12 тысяч болельщиков. Прокуратура проверит работу аттракционом, на который пожаловались родители. Конфликт произошел накануне. Мама одного из мальчиков посчитала, что во время сильного порыва ветра, чтобы избежать сноса батута, его начали сдувать, когда там еще находились дети. В результате, как она уверяет, ее сын ударился об асфальт и ушиб ногу. На владельцев аттракциона, установленного в нефтяниках, она пожаловалась в социальной сети. Этим фактом заинтересовался Следственный комитет. В ближайшее время будет проведена доследственная проверка. Следственный комитет сразу реагирует на все сообщения о нарушениях прав детей. И в связи с этим мы начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ходе проверки будет установлен владелец этого детского аттракциона. Действием его будет дана правовая оценка. Между тем, судебные приставы закрыли на 15 суток батутный центр облака. Поводом послужили серьезные нарушения правил эксплуатации электроустановок. Их выявили инспекторы Ростехнадзора. По словам специалистов, при коротких замыканиях светильники, что установлены в помещении, могли нагреваться. И, по мнению проверяющих, была реальная опасность падения приборов освещения на батут или поролоновой конструкции, что могло привести к возгоранию. Кроме этого, отсутствовали специальные световые указатели. То есть, в случае отключения электричества, посетителям пришлось бы выбираться из развлекательного центра на ощупь. Выполняя решение суда, приставы в присутствии понятых опечат электрический щит батутного центра. По просьбе губернатора силовики проверят факты, когда застройщики, которых уже наказывали за мошенничество, вновь возвращались на рынок долевого строительства. Александр Бурков подобную ситуацию назвал возмутительной. Законность долевого строительства стала основной темой на координационном совещании по обеспечению правопорядка в этой сфере. В прошлом году при содействии правительства сдали 4 дома. Квартирами обеспечили 605 семей. Сейчас в дорожной карте 28 объектов. Только 9 из них можно достроить с помощью региональных мероподдержки. Что же касается законности действия застройщиков, проблемы остаются с использованием денег дольщиков не по назначению. Встречаются и факты двойной продажи квартир. Это выясняется, как правило, только при оформлении квадратных метров в собственность. Сейчас расследуют 5 уголовных дел. Еще одна направлена в суд. Трое суток остается у МИЧа, чтобы выбрать парк или сквер для благоустройства. В перечне 15 объектов. По три от каждого округа. Это бульвары, парковые зоны и городские площади. По данным интернет-голосования, сейчас лидирует Зеленый остров. За его благоустройство высказались больше полутора тысячи МИЧей. Еще 1200 проголосовали за обновление сквера у ДК «Звездный». Впрочем, эти результаты не окончательные. Мнение горожан принимают в районных администрациях. Там дежурят специалисты. Каждому выдают бюллетень. Процедура стандартная. Напротив объекта следует поставить галочку и опустить в урну. Завершится голосование 28 июня в 16 часов 30 минут. Итоги подведут 5 июля. Но следующим летом скверы в каждом городском районе кардинально изменятся. Между тем, в городе и сейчас благоустраивают территории. По итогам голосования, которое проводили в прошлом году, к примеру, в поселке Степной, реконструируют аллею ветеранов. Никита Смирнов оценил ход работ. С получасовым интервалом на стройплощадку подъезжают грузовики. И так целый день. Ручным катком строители разравнивают горы песка. Проект масштабный. Здесь разместится футбольное поле, спортивная площадка, игровой комплекс для детей, скамейки для отдыха и центральная клуба с фонтаном, тротуары. Жители с интересом наблюдают за работами. Каждый день следят за переменами. Этот объект очень нужен Степном, а мы так долго этого ждали. В Степном детям негде гулять, а сейчас мы прям дождаться не можем, когда же завершится стройка. Ведь это так прекрасно, когда детям есть чем заняться. Работают здесь подрядчики без выходных. Алия ветеранов стала первым объектом, в котором в этом году начались работы по программе формирования комфортной городской среды. На очереди еще восемь территорий. Уже на днях будет подписан договор на выполнение работ второй очереди. Благоустройство на бульваре Мартынова. Договоры по остальным, среди которых скверы озера Кирпичко, роща Восточный, скверы молодоженов заключат с 1 июля. Здесь мы производим работы с самого начала. Процентов 35 уже выполнили. Что наглядно видно. Мы планируем закончить срок. Разработали корыто. Устанавливаем поребрики. Больше половины уже установили. Завозим песок. Начинаем завозить щебень. Готовимся под асфальт. Будет клумба обновлена. Бывший фонтан будет сделано все красиво. С деревянным настилом и облицована плиткой. За каждым этапом работ на Алии ветеранов следят представители строительного контроля. Специалисты городского управления дорожного хозяйства и благоустройства. Нарекания были, но их немного. Подрядчика обязали заменить некачественный бетон. И указали на неправильно установленные бордюры. Если, так скажем, люди не будут заниматься вандализмом, то это все равно, я считаю, небольшой первый шаг в поселке Степном в плане благоустройства, то конструкции простоят, лет пять точно простоят. Закончить объект компания-подрядчик должна к 1 августа. Однако в ней не исключают, что сдадут парк раньше срока. Никита Смирнов, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Сегодня президент России проведет в Кремле заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения. В нем примет участие и губернатор Александр Бурков. На заседании рассмотрят предложения рабочей группы по эффективности дорожного строительства, качеству ремонта и содержания дорог. Наш регион активно включился в реализацию национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В рамках областного проекта «Дорожная сеть» отремонтируют 35 объектов. В этом году на магистрали потратят 3 миллиарда 700 миллионов рублей. На 100 баллов ЕГЭ сдал 51 омский школьник. Это на одного ученика больше, чем в прошлом году. Подвели итоги основной волны сдачи тестов. В целом с экзаменами выпускники справились. Существенно увеличилось количество высокобальных работ. На 100 баллов сдали математику, физику и русский язык, а также информатику. А вот набрать заветную сотню по иностранному амичи не смогли. Максимальный результат по английскому составил 97 баллов, по немецкому 94, 83 по китайскому и 78 по испанскому. Тем временем сейчас уже обсуждают вариант того, что на ЕГЭ школьников будут пускать с мобильника. Правда, случиться это может не раньше, чем через 5 лет. Процедуру приема экзамена по гуманитарным и естественным наукам планируют перевести в электронный формат. Среди заданий появятся видеофрагменты. На экзамене по физике выпускникам предложат провести эксперименты на цифровых моделях. Разработка и внедрение нововведений, по оценкам экспертов, займет около 5 лет. Применение новых технологий позволит оценить критическое мышление школьников и сместит акцент с зазубривания информации. Представляются сотрудниками МЧС и требуют взятку на мошенников. Пожаловался один из омских предпринимателей. В телефонном разговоре некто, представившись сотрудником службы сопасателей, предупредил его о якобы намечающейся проверке пожарной безопасности. При этом, со слов бизнесмена, недвузначно намекнул, что результат зависит от его щедрости. Впрочем, конкретную сумму звонивший не назвал. А вот предприниматель проявил бдительность. Будет ли проверку, уточнил в региональном управлении. И, как оказалось, там ее не планировали. В ведомстве пояснили подобные случаи не первым. И в очередной раз напомнили, о проверках по телефону никогда не сообщают. О проведении той или иной проверки в соответствии с действующим законодательством собственник объекта уведомляется путем направления в его адрес распоряжения, в котором указано лицо, уполномоченное на проведение проверки и сроки ее проведения. График плановых проверок можно уточнить на сайтах регионального управления МЧС и прокуратуры, а также через территориальный отдел надзорной деятельности и по телефону доверия. Его номер 94-83-33. Церемонию открытия Дельфийских игр, которые пройдут в Омске в следующем году, планируют провести на Красной Звезде. На штаб Культурной Олимпиады разместится в историческом парке «Россия. Моя история». Эту новость объявили в правительстве, где прошло первое заседание Оргкомитета. Уже следующей весной в Омск приедут 2000 юных виртуозов со всей России и стран СНГ. По масштабу и значимости конкурс сравнивают с Олимпийскими играми. Какие сюрпризы подготовят для гостей и поможет ли омским конкурсантам родная сцена, Елена Смирнова узнавала. Валентина Химич жюри покорила буквально с первых нот. Из Ростова, где проходили прошлые игры, вернулась золотой медалью за академическое пение. Тем же, кому выступление на Дельфийских играх только предстоит, желает удачи и верит, родная сцена мечам точно поможет. Я безумно рада за свой родной город, за свой регион. Я желаю удачи всем ребятам и гостям. Дипломант игр Полина Шароварова не прочь блеснуть на играх еще раз, чтобы покорять зал, а от души распевается даже гуляя в парке. Это Ария Керубина из «Свадьбов игр Моцарта». Приходилось, может быть, распеваться на ходу когда-нибудь? Конечно. Очень часто бывает так, что на конкурсах не предоставляют определенное место с инструментом. Но на Дельфийских играх, конечно, все иначе вспоминает девушка. Уровень организации одного из главных творческих конкурсов всегда высочайший. Того же ждут и от участников. Но и лучшей культурной встряски как для музыкантов, так и для города не придумать. Огромный поток талантливых творческих людей в Омске. Это так здорово, что они узнают, познакомятся с нашим городом, кто еще не знал. Ну, конечно, родная земля. К слову сказать, ростовчане-то выиграли командное первенство в этом году. Так что, наверное, это помогает. За все годы участия Омская делегация привезла с Дельфийских игр 13 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей. Чем пополнится копилка мечей, узнаем уже следующей весной. 25 апреля Омск превратится в столицу искусств. На наших площадках 2000 виртуозов со всей страны и стран СНГ попробуют покорить пьедесталы творческой олимпиады. Работа в оргкомитете уже кипит. Стараются продумать каждую мелочь. Парковки, логистика, благоустройство, расселение и культурная программа для участников жюри и просто гостей. Для каждого из которых визит в сибирский город должен стать незабываемым. Церемонии открытия и закрытия игры планируют провести на Красной Звезде. Шталпы игр развернут в историческом парке. Отсюда же будут развозить участников. Особенной будет и программа. Игры посвятят юбилею победы. 20 лет исполнится и самой Олимпиаде по искусству. Надеемся на то, что с учетом того, что в 2020 году мы будем праздновать 20 лет дельфийским играм современности, что мы это сделаем вместе с Омской областью. И у нас это получится очень здорово. И проект будет улучшить за всю историю дельфийских игр. Почему Омская область идет на это? Я всегда беру практику лучших регионов. Татарстан. Это же имиджевые проекты. Что делает Татарстан? Привлекая, допустим, крупные масштабные международные мероприятия, идет продвижение регионов по стране, по миру. Поэтому наша задача в Омскую область как раз продвинуть международные мероприятия, как дельфийские игры, как форум «Россия-Казахстан». Это все звенья одной цепи. Музыканты поспорят в 30 номинациях на молодежных российских играх, в 12 сойдутся виртуозы игр СНГ. Имена финалистов дельфийских игр, которые встретит Омск, назовут 29 апреля. И вот как и материалы наши корреспонденты сейчас готовят к эфиру, смотрите в 19.30. Попадают в аварии, нарушают правила из-за деревьев. Омские автомобилисты массово жалуются на заросли вдоль дорог. Ветки закрывают обзор на перекрестках и знаки. Никита Смирнов выяснил, на кого ляжет вина в случае ДТП на таких участках и где принимают жалобы от водителей. Доставлять туристов будут на шаттлах, а на вокзалах и в аэропорту устроят раздачу подарков. Пока в Тбилиси придумывают, как заманить русских туристов, а МИЧИ выбирают альтернативные страны для отдыха. Когда у человека запланирован отпуск, просто отказываться от отпуска никто не хочет. Екатерина Балучевская узнала, как не потерять деньги тем, кто уже оплатил путевки в Грузию. И последняя, прямо в эти минуты, стрелок из Омска Виталина Бацарашкина пытается завоевать медаль европейских игр. Сейчас проходит финал стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Эта дисциплина состоит из двух видов. В квалификации в первом туре, соревновании на точность, Виталина заняла 12-ю позицию с 35-ти. Прошла и вторую часть, соперничали на скорость. Набрав в сумме 586 баллов, Амичка заняла вторую строчку. Впереди только Моника Карши с Германией. На нее преимущество в три очка. Сегодняшний финал расставит все точки над «и». Впереди прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде. Спонсор прогноза НИП Севкова Марина Балакановна. Летний душ из поликарбоната, площадь у Кит интерьера и континента. Телефон 50-50-23. Завтра, 27 июня, по области Вомске перемена облачность, временами дожди и грозы. В районах ночью до 10 градусов тепла, днем 13-15 со знаком «плюс». В Омске ночью плюс 10-11, днем до 17 градусов тепла. Ветер северный, 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Летний душ для дачи из поликарбоната. Душевые баки с подогревом и без. В июне при покупке душа доставка и душевые аксессуары в подарок. Площадь у Кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50-50-23 и на сайте летнедуш.рф. Это все новости к этому часу. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok